Обелиск на площади Победы, мемориальный комплекс Хатень, Курган, Славы. Места известны каждому белорусу, но мало кто знает историю скромного памятника в деревне Дричины или, к примеру, мемориала на одной из улиц Борисова. Наш специальный корреспондент Анна Чешлитыш проехала малоизвестными маршрутами Победы. Монументальные и величественные, скромные и мало кому известные памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны и людям, которые принимали в них участие, есть в каждом уголке Беларуси. Их около 9 тысяч монументов, обелисков, захоронений, мемориальных комплексов. И в каждом своя история. Сегодня в Борисове увековечена память самого молодого, полного кавалера Ордена Славы Ивана Кузнецова. Музей, мемориальная доска, новый памятник и гранитный бюст теперь рассказывают жителям города о подвигах фронтовика. Началась работа по установлению комплекса, по установлению мемориальной доски. Разрабатывались какие-то эскизы, наброски. В общем, общими усилиями все было сделано на достаточно достойном уровне. Герой заслужил свою похвалу. Грачья Погосян – историк. В числе его благих дел 12 памятников героям Великой Отечественной войны. В том числе и Ивану Кузнецову. Меценат приехал из Москвы, чтобы лично отдать дань памяти борисовчанину. Про Ивана Филипповича Кузнецова мне рассказывал мой друг, полковник Вооруженных сил Российской Федерации Владимир Георгиевич Волнец. И он читал в интернете о судьбе, о сегодняшнем состоянии его могилы. И когда он рассказал мне об этом случае, о Иване Филипповиче, о его подвигах, и вот выразил свою готовность, что готов всячески быть полезным. Вот создание ряд мероприятий, которые мы думали. Войну Иван Кузнецов начал в 14 лет сыном артиллерийского полка. Освобождал Беларусь, Польшу, штурмовал Берлин. За два года боев наводчик орудия уничтожил в составе расчета десятки немецких танков, минометов, огневых точек. Был ранен. В одной из школ Борисова установлен бюст Ивана Кузнецова. Среди учащихся – внучка героя, 11-летняя Дарья. Дедушка она гордится, сожалеет, что не застала его живым. Вот все про него говорят, а на самом деле хочется увидеть его живого. Говорят, что он такой хороший. А посмотреть на него хочется, он же, ну вот, увидеть этого героя. Деревня Дричин, пригород Пуховичей. Небольшой памятник. На плите надпись. Здесь похоронены 39 военнопленных и два партизана. Кто эти люди и в какой момент жизни застала их война, знают немногие. Думаю, что эти два партизаны здесь сняли операцию на чагуночных путях, каля разъезда Дричин. И узрывали немецкие эшалоны. И там, при выконании этого задания, они загинули. С початку мясцовые жихары их захоронили, каля чагунки. А затем, уже после войны, они так само были перезахоронены у братской могиле. Военнопленные красноармейцы содержались во временном лагере и были расстреляны гитлеровцами. Кто они от кульзия, кого излучения, нам не вяду. И доведаться на сегодняшний день это вельми тяжко. Потому что мясцовые жихары, которые были светками, нажали уже не засталось. У памятника в Дричине появились новый постамент и ограда. Средства собрали обычные люди самых разных профессий. Идея именно в том, чтобы вспомнить. Вспомнить и дать возможность вспомнить. И поддержать эту традицию. Я думаю, что это не последняя наша акция. Человеки техникой на фронте становились одним целым, вместе творя историю. БМ-13, прославленная Катюша. По праву считается оружием победы. 14 июля 1941 года над Оршей впервые прозвучали залпы Катюши. Дебют легендарной боевой установки вызвал ужас наступающих немцев. Сегодня машина-победительница возвышается над Днепром, напоминая жителям города о великой победе. Это начало войны. Это июль месяц. Мы жили 18 километров от города Орша. И вот этот вой, первые выстрелы Катюши на всю жизнь оставили у меня вслед. Гости из разных стран нередко прокладывают маршрут через Оршу, чтобы увидеть памятник легендарной машине. В 70-летие Великой Победы вот этот мемориальный комплекс в городе Орша обновлен, приведен в красивый внешний вид. Время туман над рекой выходила на берег Катюша, на высокий берег мы крутой. Переместившись из центра города в спальный район, невольно упираешься в аллею летчиков. Здесь три улицы, названные в честь героев Советского Союза. Владимира Завадского, Владимира Соляника и Анатолия Гордеева. Архитектор Сергей Янковский, архитектор, который воплотил этот проект. 9 мая, в день, когда вся страна праздновала 70-летие победы, в Орше была открыта аллея летчиков, на которой было высажено 70 деревьев. Макет самолета У-2, парящий над аллеей, изготовил оршанец Владимир Суходольский. На легендарном биплане воевал его отец. В памятнике с надписью здесь похоронен герой, неизвестный солдат или военнопленный, разбросанный по площадям, аллеям и скромным улочкам белорусских городов. Порой в суете дней мы, не задумываясь, какой подвиг стоит за этими строчками, пробегаем мимо, не останавливаясь и не преклоняясь перед историей, забывая, что это нужно не мертвым, это нужно живым.